всем доброго здоровья я хочу сказать что очень тяжело видеть как не стесняясь дурачат наш народ рассказывая байки всячески недавно я задавал вопрос людям от пропаганды армянской истории очень простой вопрос на которой ответа не получил вопрос заключался в том если армения это не географическое название тогда что же обозначает надпись на многих картах на которых такая надпись есть что такое армения если ты не название физика географического региона имеющего естественной границы которые описывали многие авторы географы картографы историки что это значит ну кстати я понимаю почему они не могут на этот вопрос ответить поскольку правильный ответ на этот вопрос рушит все что они многие годы вам рассказывают обесценивает это и обнуляет вот многие годы они вам рассказывают о том что вот армения вот у нее такие-то границы были когда-то это было царство но почему я начал сейчас с ними разговоры и много лет назад с этого ночного разговора почему я начал с этого простого вопроса а вот дело в чем все карты на которых до начала двадцатого века 1918 года ну карты появились позже позже того как было появилась армянская республика но вот до этого момента на многих картах на которых была изображена азия была надпись армения эти карты самые старые из них относятся к пятнадцатому веку то есть карт которые были созданы ранее пятнадцатого века у нас нет у нас есть попытки в шестнадцатом веке в семнадцатом веке восстановить картину мира согласно там записям такого-то историка такого-то историк но это в любом случае дела картографов работы картографов позже пятнадцатого века ну и собственно серьезные карты ты появились только в конце шестнадцатого века только в конце шестнадцатого века до этого карты были очень мягко скажем скромные а возможно карта петтингера и каталонский атлас возможно эти карты были достаточно серьезные и немножко раньше каталонский атлас относится к четырнадцатому веку но многие ученые сомневаются что он сделан именно тогда и относит его более поздним временам но это не важно дело в чем дело в том что не в четырнадцатом не в пятнадцатом не в шестнадцатом не в семнадцатом не в восемнадцатом не в девятнадцатом веках нам доподлинно известно армянского государства не было его не существовало с этим не спорят даже традиционная армянская история согласны все в том числе я понимаю так согласны и пропагандисты от армянской истории так теперь давайте зададим себе вопрос если этого государства не было то почему это название было написано на картах на которых если эта карта была пятнадцатого века то на ней обязательно были обозначены государства владения сеньюрии и так дальше княжества ханства которые реально осуществовали в это время среди них не было ни княжества ни государства ни ханства под названием армения такого не было тогда вопрос а что же было тогда на этих карт ответ очень простой это название это название физика географического региона который в дальнейшем использовали историки и какие-то вещи называли локализовали пытались объяснить используя название вот это географическое название не на одной карте мира которую я изучал я изучил достаточно много карт не все конечно их много но самые главные самых главных картографов и карты связаны именно с этими местами я старался изучить изучив их я понял что на этих картах как правило были обозначены либо существующие владения реальных правителей которые мы сегодня называем государствами и так дальше провинциями ханства либо географические название физико-географических регионов как то Азия Сибирь Лукоморье кстати был такой физико-географический регион вот так что Пушкин не выдумал это название вот в том числе и Армения и Европа это были физико-географические регионы и никогда на этих картах поверх названий современных этим картам государств не было названий государств которые якобы когда-то существовали понимаете то есть поверх папской области не было написано что это древний Рим или государство церковное государство как его тогда называли поверх совойского княжества или герцогства не было написано что это территория древнего Рима понимаете о чем я говорю это слово которое вы видите которое вам вот так вот в лицо все время тычет этим названием пропагандисты от армянской истории не могло обозначать название древнего государства потому что так никогда и никто не делал и это было бы наверное ненормально и сегодня это ненормально на территории России написать там монгольской империи или на территории Турции на поверх написать что это государство крестоносцев которые когда-то там были и вот теперь братья армяне дорогие мои умные люди но к сожалению одураченные вот этой целенаправленной пропагандой задайте себе очень простой вопрос так что вам показывают не объясняя не растолковывая и делая на основании вот этих вот картинок на которых есть название армян делая выводы и строя нашу древнюю историю конечно же история должна начинаться именно с карт и поскольку на многих картах есть это название они его лукаво выдают за название древнего государства это было название физика географического региона государство названием государства настало только в двадцатом веке вот этот камень если вытащить вытащить из стены если вы братья армяне умные мои родные люди если вы просто его хотя бы отложите в сторонку и заново послушаете то что вам рассказывают вот эти вот люди вы поймете что вот эта история вся она стоит ни на чем это первый камень который мы должны вытащить из нашей фальшивой стены из нашей фальшивой крепости которая как вы видите не является никакой крепостью это не крепость это карточный домик который от любого дуновения разваливается но к сожалению карточный он только в ракурсе исторических а когда эти стены этой фальшивой истории начинают падать на наши головы то они оказываются очень даже каменным вы видите что происходит и так постоянно происходит так происходит уже несколько столетий и будет происходить пока мы не поймем кто мы такие а это трудно но нужно иначе всегда будет то что есть сейчас пишите в комментариях что вы об этом думаете спасибо за просмотр не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео спасибо 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 и спасибо и